Намасте, друзья! Рада приветствовать вас в рамках своей лекции по шаткармам. Шаткармы – очистительные техники. В качестве введения хочется сказать, что наука йоги придает очистительным техникам, очистительным процедурам не меньшее значение, нежели асанам и пранаями. Невозможно добиться от практики максимального эффекта без регулярного очищения всей системы. Готовность разума к высшим ступеням йоги определяется именно чистотой тела. В йоге существует шесть очистительных процедур, шесть шаткарм. Шат в переводе санскрита значит шесть, и карма – действие. Шаткарма особым образом увеличивает жизненные способности практикующего. Практики шаткармы разрабатывались изначально не для лечения, а для создания гармонии в теле и в уме, и для подготовки к дальнейшим более серьезным практикам. Чтобы вас не смущали такие объекты, которые находятся рядом со мной, скажу сразу, что эти приспособления нужны мне для того, чтобы демонстративно представить вам некоторые из шаткарм. Итак, совокупное действие шаткарм на организм можно свести к одному слову – очищение. Когда системы тела очищены, энергия может свободно течь по телу. Возрастают способности человека работать, думать, переваривать пищу, ощущать вкус, чувствовать, переживать и так далее. Кроме того, развивается большая осознанность. И неудивительно, что йогины, достигшие совершенства и знающие реальные пределы человеческих способностей, ценят шаткарму очень высоко. Итак, предлагаю вам взглянуть на таблицу, на которой изображены все шесть шаткарм и их подтипа. Итак, Нэти, Тхаути, Капалабхати, Наули, Мбасти, Тратака – все шесть шаткарм. Некоторые из них имеют свои подтипы. Познакомимся сначала с первой группой в шаткарму, которая называется Нэти. Нэти – это очищение полости носа. Нэти включает в себя Джала Нэти, Сутра Нэти, Дуктха Нэти и Грита Нэти. Мы с вами познакомимся для начала с Джала Нэти как с одним из самых распространенных вариантов очищения полости носа. Итак, Джала Нэти представляет собой очищение полости носа при помощи воды. Зачем же нам с вами очищать дополнительно нос? Дело в том, что вдыхаемый нами воздух редко бывает подходящего качества для непосредственного поступления в легкие. Он слишком холодный, он загрязнен пылью и микробами. Именно согревание и очистка воздуха являются функциями нашего носа. Предварительная очистка воздуха от достаточно крупных загрязняющих частиц обеспечивается волосками, растущими в преддверии носовой полости. Они фильтруют воздух, удерживая пыль от дальнейшего продвижения. В более глубоких участках носа расположены особые костные образования, покрытые толстой бактерицидной слизистой оболочкой, которая очищает вдыхаемый воздух от миллионов бактерий, способных повредить легкие, вызвать туберкулез, бронхит и т.д. Слизистая оболочка также устраняет мельчайшие частички пыли, проскользнувшие через первый защитный барьер. Она нагревает, увлажняет воздух до приемлемого для легких уровня. Если нос заложен или его слизистая сильно загрязнена, он не сможет выполнять свои функции, потому что слизистая оболочка не работает должным образом. Поэтому мы продуваем нос, высмаркиваемся, пытаясь прочистить его и восстановить его нормальную работу. Но такой способ не может полностью устранить все загрязнения, а практика НЭТИ как раз и предназначена для более полного очищения носа. Еще одна причина для использования процедуры НЭТИ — это стимуляция с ее помощью нервных окончаний носа, что улучшает функционирование мозга и органов, которым эти нервы ведут. Также НЭТИ стимулирует ажня-чакру — психический центр среднего мозга. Итак, Джала НЭТИ. Джала в переводе с сэнскрита значит «вода». НЭТИ — процедура проведения чего-либо через нос или через рот. Для вливания воды в нос используется небольшой сосуд наподобие чайника. Традиционно для этих целей используется НЭТИ-под из различных материалов. У меня вот такой НЭТИ-под. Он из пластика. Для меня, для моей семьи он очень удобен тем, что на сегодняшний день им уже пользуются мои дети. Они взрослые, делают это самостоятельно. Так вот, чтобы не разбить его, также он достаточно легкий для удержания и для последующих манипуляций. Несложно им пользоваться. Также есть различные материалы, такие как стекло, керамика, металлические НЭТИ-поты тоже есть. То есть различные другие материалы для выполнения НЭТИ-пота. Можно подобрать на свой цвет и вкус, как говорится. Итак, при помощи этого НЭТИ-пота вливается вода сначала в одну настрюк, затем в другую. Но изначально для этой практики использовали небольшую пиалу, такую небольшую стеклянную пиалу, либо собственную ладонь, для того, чтобы втягивать воду посредством ноздрей. Все-таки на сегодняшний день наиболее удобным вариантом является использование вот такого НЭТИ-пота. Хотя вполне возможно, что более продвинутые йогины по-прежнему используют свою ладонь. Для того, чтобы приготовить раствор для этой техники, нам нужно взять теплую воду, чистую воду. Идеально, чтобы температура была, как температура нашего тела. Порядка 37 градусов. Рекомендовано использовать чистую или морскую соль в соотношении 1 чайная ложка без горки на литр воды. То есть мы где-то отдельно разводим воду, хорошенько ее вымешиваем, вливаем в НЭТИ-пот и начинаем выполнять эту процедуру. Проще всего на сегодняшний день для современного человека выполнять ее где-то в ванной комнате, либо на кухне над раковиной. Выполнять следующим образом. Допустим, это моя раковина. Подходим близко к раковине, наклоняемся и выливаем сначала воду в одну ноздрю. Вода вытекает из другой ноздри. Вытекла. Мы продуваем нос, высмаркиваемся. Затем берем, если у нас закончился НЭТИ-пот, если мы всю воду вылили, доливаем. И выливаем теперь через, проливаем через другую ноздрю. Для этих целей, кроме обычной воды с солью, можно использовать травяные отвары, например, корутуба, коручеремухи, которые обладают дубящими свойствами, такими как вяжущие, противовоспалительные, антисептические. Можно также использовать зверобой, шалфей, которые обладают противовирусной активностью. Но обязательно добавляем соль. Итак, соль добавляется для того, чтобы не было болезненных ощущений в носоглотке во время вливания воды. Также важно знать такой момент, чтобы вода действительно была тёплой, чтобы она не причиняла боль, не причиняла дискомфорта и так далее. Соль ещё добавляется с такой целью, если мы делаем пресной водичкой эту процедуру, чувствуется боль в носу, если мы добавим слишком много соли, тогда мы будем чувствовать чувство жжения. Поэтому вот этот диапазон между концентрацией соли найдите, пожалуйста, своим опытным путём. Это такая средняя дозировка, приблизительно 1 чайная ложка на литр воды. Выполнять данную практику можно в любое время. Рекомендуется делать это утром, не после еды и не чаще, чем 1 раз в 3 часа. Есть некоторое предостережение перед выполнением этой практики. Перед введением воды в нос убедитесь, что она не слишком горячая, конечно же, что соль полностью растворилась. Также важно не продувать нос слишком сильно, чтобы не протолкнуть слизь ещё глубже и чтобы избежать попадания содержимого носа через евстахиевые трубы во внутреннее ухо. Выполнять очищение не раньше, чем за 2 часа до выхода на улицу, в случае, если на улице минусовая температура. После нети рекомендуется практиковать каплабхати либо пхастрика пранаяма. Что такое каплабхати, я расскажу вам дальше. Это высушит нос и согреет ваши ноздри. Теперь ознакомимся сначала с эффектами, которая даёт нам эта практика. Собственно, для чего мы с вами это делаем. Итак, по эффектам. Является наилучшим средством для профилактики насморка. Процедура эффективна при лечении заболеваний глаз, танзелитах, катареи, воспаления деноидов. Помогает устранить головные боли, усталости, бессонницу. Обладает успокоительным эффектом. Эффективна при лечении лёгочных заболеваний, таких как астма, пневмония, бронхит, туберкулёз. На эти ослабевает мышечное напряжение лицевой области, устраняет нервные тики, помогает сохранить кожу лица, молодой и свежей. Способствует установлению равновесия между правой и левыми ноздрями и, соответственно, между правым и левым полушариями мозга. При этом лобные доли, ответственные за высшие умственные способности, начинают функционировать оптимально. Это по эффектам. Конечно же, есть и противопоказания, их важно знать. Это недавняя пункция, пункция гайморовых пазух или их воспаление в острой форме. Также носовые кровотечения. Идём дальше. Следующий подтип в данной группе – это сутра нетти. Сутра в переводе с санскрита значит «нить». Здесь для её выполнения нам понадобится либо длинный тонкий резиновый уретральный катетер под номером 4, 5 или 6, в зависимости от величины носовых проходов, либо хлопковая нить с ващёнными концами. Что вам выбрать? Я бы в качестве такого подсобного материала для изучения рекомендовала вам всё-таки остановиться на катетере. Почему? Потому что он более жёсткий, и для введения в нос он будет подходить наилучшим образом, потому что не будет сминаться и скатываться. На мой взгляд, вам будет осваивать, по крайней мере, эту практику гораздо легче с катетером. Но вы можете остановиться и на хлопковой овощённой нити, которую делают, либо покупают, либо делают самостоятельно своими руками. Резиновый катетер, либо ХБ нить, нужно смазать растительным маслом или поместить в соляной раствор воды. Поместить кончик шнура в ноздрю и мягко проталкивать до того момента, пока шнур не выйдет в ноксоглотку. Если смотреть в зеркало на себя, то вы увидите, что вот он, кончик уже виднеется во рту, открываешь рот, смотрит. Далее мы пролазим пальцами указательным, средним, вводим их в глотку и достаем этот конец шнура через рот. Несколько раз мы протягиваем шнур туда-обратно, стимулируя слизистую. Дальше нужно проделать то же самое и для другой ноздри. Либо делаем это одновременно двумя шнурами. Данная техника будет эффективна при хронических воспалительных заплеваниях, при даточных пазух носа, при головных болях сосудистого происхождения, при мигрениях, функциональных расстройствах менструального цикла, также при нарушениях сна, при снижении умственного тонуса, при повышенной утомляемости, при повышенных интеллектуальных нагрузках. При перечисленных мной заболеваниях процедуру следует выполнять ежедневно. Для профилактики в профилактических целях один-два раза в неделю. Из противопоказаний здесь также носовые кровотечения, как и в первом случае, также опухоли и полипы носовых ходов. По трудностям, которые могут возникнуть у вас при выполнении данной техники. Это застревание. Не пугайтесь этого слова. Это не значит, что застрянет жгут, и вы не сможете его вытащить, либо катетер. Нет. Это когда происходит столкновение со слизистой тканью, особенно когда набухает слизистая в носу, и не пропускает уже край вашего катетера, вашего шнура. Не стоит переживать по этому поводу. Давить силой тоже не стоит. Мы можем попробовать сместить катетер либо нить в нескольких направлениях, найти то место, куда он может пройти. Также мы можем использовать такие вот вращающие движения, которые помогут ввести этот катетер либо вашу нить в носовые ходы. Несколько комментариев. Мой, наверное, комментарий по поводу этих техник, особенно по использованию сутра нети. Может возникнуть вопрос, особенно у современных девушек, молодых женщин, для чего это нужно? Девушке, женщине вот довольно-таки экстремальные способы очищения. Так вот, по своему опыту хочу сказать, что та же самая современная женщина, молодая девушка, когда у неё появляется насморк, не дай бог, когда возникает гайморит, когда к этому насморку добавляется уже гниение, воспаление, неприятный запах из носа, даже изо рта, когда впоследствии это всё переходит в кашель, опускается ниже, ещё ниже, это не настолько модно, красиво и эффектно, как может показаться на первый взгляд. Если не использовать такие средства, когда-нибудь это приходит к каждому, насморк, кашель и так далее. Но если вы освоите такие несложные техники по очищению, это будет гарантией того, что даже если вы заболеете, ваши заболевания пройдут гораздо быстрее, с меньшей вероятностью осложнений, и выздоровеете вы быстро, без осложнений. Поэтому очень рекомендую использовать эти атрибуты в своей повседневной жизни. На сегодняшний день я пользуюсь именно Сутранетти, я выбрала себе этот способ. Это освежает ваше обоняние, освежает в принципе самочувствие, восприятие и сознание, делает более чистым, более свежим. Итак, также подсипами этой группы являются дух ханетти, как я уже говорила, и крит ханетти. Дух в переводе значит молоко, то есть топлёное молоко втягивается в ноздри, опять-таки из какой-то пиалы, либо в ладошки, втягивается внутрь в носоглотку и сплёвывается. Либо можно использовать крит, извините, это топлёное масло, а дух духа – это молоко. То есть можно использовать либо топлёное масло, либо молоко. Пожалуйста, выбирайте сами, пробуйте, экспериментируйте. Следующая большая, самая большая группа под названием Дхаути является у нас техниками по очищению пищеварительного тракта. Итак, Дантед Хаути. Дантед Хаути представляют у нас, вообще Дхаути – это обобщенное название практик по очищению всего пищеварительного тракта. И начнём с Дантед Хаути. Итак, в Миссис Джаланетти эти практики так или иначе касаются основных органов чувства – слуха, зрения, обоняния и вкуса. Несмотря на всю простоту, эти техники очень важны, поскольку помогают правильно ощущать и воспринимать окружающий мир. В классическом тексте по йоге сказано, чистка зубов, рта, языка, ушей и полости носа – это первейшая обязанность йога и должны выполняться каждое утро без исключения. Я думаю, ни для кого это не секрет. Итак, Данте в переводе с санскрита значит «зубы». Чистка зубов не режет двух раз в день. Полоскание рта после каждого приёма пищи. Все мы знаем, что сахар имеет особо разрушающее воздействие на зубы, создавая кислую среду и являясь питанием для бактерий. Поэтому обязательно чистим зубы, обязательно получим полость рта после приёмов пищи. Следующее – джихва тхаути, джихва мула тхаути. Джихва в переводе с санскрита значит «язык», мула – корень. Когда мы просыпаемся утром, если мы посмотрим в зеркало, достанем язык, мы увидим там чаще всего жёлтенький налёт. У кого-то он будет белый, у кого-то будет более жёлтый, у кого-то будет толстым слоем лежать на языке, у кого-то будет более тонким. Тем не менее, этот налёт является субстратом для размножения бактерий. Поэтому, для того, чтобы поддерживать язык в чистом состоянии, мы с вами будем использовать вот не принесла, к сожалению, не положила сюда скребок для языка. Скребок для языка выглядит очень интересным способом. Это как такая вытянутая подкова, такой треугольник, который выполняется из различных материалов. У меня был и медный, и металлический. Видела также пластиковые варианты выполнения. Также в аптеках на сегодняшний день продаются разные варианты скребков для языка. Суть одна. Мы берём скребок за оба края, достаём язык и соскребаем этот налёт, потом моем свой скребок и повторяем некоторое количество раз, пока мы не увидим розовый чистенький язык. Этот налёт — это не что иное, как те токсины и яды, которые вырабатываются организмом в течение ночи, пока вы спите, как очищение. Итак, мы это всё соскребаем, очищаем. Также практики, опытные практики, которые давали это описание в классических текстах по йоге, говорят о том, что язык нужно доить. Что значит доить язык? Вы можете захватить язык большим указательным пальцем, достать язык и делать такие движения, а тянуть его вперёд, отпускать назад, вперёд, назад, тем самым стимулируя корень языка. Итак, мы переходим к дальше. Карна от хаути. По ходу... Карна в переводе с санскрита значит «ухо». По ходу слухового канала расположены серные железы, выделяющие ушную серу, которая выполняет защитную функцию. Но иногда выделяется слишком много серы, либо она не удаляется должным образом и образует пробку, что значительно ухудшает слух. Надеюсь, всем вам известно, что ватные палочки не предназначены для чистки ушей. Вот для чего угодно, только не для чистки ушей. Для этого мы используем свои пальцы. Сначала мы вводим мизинцы, очищая налёт серы в сушных раковинах, затем в указательных пальцах, стимулируя тем самым ушные раковины. В течение... Вернее, раз в течение недели вполне достаточно, чтобы уши наши были достаточно чистыми. Следующее. Чакша от хаути. Чакша от хаути. Чакша значит «глаза». Эта практика представляет собой умывание глаз чистой холодной водой. Существуют две очень важные причины заболеваний глаз. Это умственная напряжённость или чрезмерная нагрузка на глаза. И второе. Это накопление токсинов вследствие неправильного питания. Занятия йогой помогут вам устранить обе эти причины. Регулярная практика асан пранаян выводит из тела токсины и обеспечивает умственную релаксацию. Джаланы эти стимулируют глазные нервы, которые в свою очередь тонизируют соответствующие мышцы и органы. Также на некоторое время усиливает кровообращение глаз, что помогает избавлению от токсинов. Таким образом, практика йоги, умывание глаз холодной водой, плескание холодной воды в открытые глаза помогут вам поддержать здоровье глаз на долгие годы. Затем после холодной воды очень полезным будет растирание тёплых ладоней, создание тепла в ладонях и прикладывание тепла глазам, что будет расслаблять ваши мышцы, мышцы глаз. Следующий вариант, следующее это капал ранха, тхаути капал, в переводе значит голова, ранха, родничок. Итак, эта техника связана с мытьём верхней части головы. Данную практику полезно выполнять, когда вы утомлены либо чувствуете вялость. Следует энергично помыть голову холодной водой, при этом необходимо руководствоваться здравым смыслом. Не нужно ледяной водой мыть голову в надежде, что это принесёт ещё больше пользы. Тем не менее, считается, что данная техника мгновенно заряжает бодростью, энергией, также оказывает успокаивающее влияние на весь мозг. Дальше, капал тхаути. Этот метод можно применять при головной боли. Нужно слегка надавливать на виски большими пальцами, делая небольшие круговые движения в одну, затем в другую сторону, по одной минуте в каждую сторону. Итак, следующий подсип это варисарат хаути, либо шанг пахшалана, иначе называется. Очень серьёзная практика. Суть её заключается в том, что вы выпиваете в сумме 16 стаканов тёплой солёной воды и выводите её из тела естественным образом через ваш кишечник. Сначала вы выпиваете два стакана воды и выполняете серию из пяти специальных асан. Асаны эти я вам покажу. Они совершенно несложные. Итак, вариации тадасаны потянулись и выполняем наклоны по восемь в каждую сторону. Тирияка тадасана таз остаётся в покое. Вы двигаете только верхней частью корпуса по восемь движений в каждую сторону. Затем следующая асана, динамика, вернее, называется котичья красная, выглядит следующим образом. Вам нужно поворачивать корпус относительно таза сначала в одну, потом в другую сторону, по восемь раз в каждую сторону. Следующая динамика называется тирияка пхуджангасана. Заключается в том, что мы с вами выполняем пхуджангасану, но делаем это в динамике. Посмотрите, через плечо назад, вернитесь в исходное положение, через другое плечо назад. Также мы с вами выполняем по восемь движений в каждую сторону. И самое последнее, заключительное, мы с вами делаем удара каршанасана. Выглядит она следующим образом. Присаживаемся тазом на одну из пяток, колено, другой ноги смотрит вверх, мы делаем вдох, с выдохом уходим в скрутку, в сторону колена, выдох. Затем меняем положение на противоположное. Делаем вдох, с выдохом уходим в сторону, в скрутку, в сторону колена. Таким образом тоже выполняем по восемь подходов на каждую сторону. После каждых двух стаканов воды, после каждых двух стаканов воды, эти асаны выполняются до тех пор, пока не будет позыва в туалет. После нескольких походов в туалет, когда из вас начнет вытекать уже чистая вода, практика считается завершенной. Спустя 45 минут после этой практики, после завершения, следует принять пищу в виде бессолевой жидкой смеси, вареного риса и топленого масла. По завершении также не рекомендуется пить в течение трех часов. Потом, после завершения, также нужно сделать кунжулу либо джаланетти. О том, что такое кунжула, мы поговорим ниже. Джаланетти – это промывание носа водичкой. К практике шанг-пракшалана следует готовиться основательно. За день до процедуры убираем из рациона тяжелую пищу. Лучше всего подойдут каши и пропаренные овощи. Также не стоит есть на ночь. Завершающий прием пищи в этот день должен быть до 6 часов вечера. И затем, на утро, мы делаем эту процедуру. солевой раствор готовится таким образом. Одна чайная ложка соли на литр воды. Солевого раствора понадобится много, поэтому лучше заранее развести 3-4 литра теплой воды в водичке, чтобы не пришлось заниматься этим во время непосредственной процедуры. О рекомендуемой концентрации соли я вам сказала. Это одна чайная ложка на литр воды. Температура теплая, ни в коем случае не пейте холодную воду. Полная практика Шанг Пракшалана занимает как минимум день. Это включает в себя 3-4 часа на сам процесс очищения и остальное время для отдыха. Если вы не располагаете таким количеством свободного времени, вы можете выбрать облегченный вариант, который называется Лакф Шанг Пракшалана. В этой практике выпиваются только 6 стаканов соленой воды. 2 стакана. Выполняем серию из 5 асан в динамике по 8 движений на каждую сторону. Разница между двумя вариантами в том, что Шанг Пракшалана призназначена для полного промывания всей пищеварительной системы, тогда как Лакф Шанг Пракшалана используется только для стимуляции нормального функционирования кишечника. Расскажу немного о преимуществах Шанг Пракшалана перед слабительными средствами. Это настолько просто выпить слабительное средство, какой-то сиропчик или таблеточку и не мается с этими упражнениями с питьем этой воды. Но слабительное средство искусственно стимулирует нервные окончания в кишечнике, усиливая перистальтику, что способствует быстрому удалению каловых масс из организма, но в процессе ведет к ослаблению, к постепенному ослаблению нервных рефлексов. В Шанг Пракшалане соленая вода не оказывает прямого стимулирующего влияния на нервные окончания, а всего лишь размягчает затвердевшие каловые массы и обеспечивает их продвижение. Сейчас поговорим с вами об эффектах. Для чего же мы с вами это делаем? Итак, эффекты Шанг Пракшалана. Шанг Пракшалана хорошо очищает весь организм, особенно тонкий и толстый кишечник. Удаляет токсичные отходы из пищеварительного тракта. Шанг Пракшалана помогает очистить кровеносную систему, что ведет к заметному улучшению общего состояния здоровья. Она полезна при лечении диабета, повышенной кислотности, запоров, дизентерии и многих других заболеваний, связанных с загрязнением крови, например, угрей и фрункулеза. Также очень важна для тех, кто намерен заниматься интенсивными техниками йоги и для достижения более высокого уровня сознания. Конечно же, противопоказания, как и в любой технике, есть противопоказания. Итак, противопоказаниями будут любые острые заболевания ЖКТ, злокачественные опухоли, полипоз пищеварительного тракта, желчнокаменная болезнь, кишечное и желудочное кровотечение, период менструации и беременности, недавние операции в брюшной полости, проблемы с почками, склонность к тромбообразованию. Также во время выполнения этой техники могут возникнуть некоторые сложности. Например, мы выпили два стакана воды, сделали серию с пятиасом, выпили еще два стакана, вот уже нам кажется, что мы напились воды столько, что живот больше в себя не помещает, а процессы испражнения все еще не происходят. Не расстраивайтесь, не переживайте по этому поводу слишком сильно, продолжайте выполнять эти асаны. Эти асаны помогают открытию сфинктеров и продвижению воды дальше и вашему очищению. но в случае если все-таки вы и воду выпили и уже устали выполнять асаны, потому что физически это довольно-таки непросто, отложите дальнейшее выполнение на некоторое время. То есть сегодня закончите спокойно себя, не осуждая за то, что ничего не получилось. Просто вы приступите к этому в другой день. Зачастую все получается, несложно. Следующий подтип у нас в Агнисара, она же Агнисара Крия. Агнина в переводе с санскрита значит огонь, Сара суть и Крия это действие. Наш пищеварительный процесс сравнивается с природой огня. Если внутренние органы плохо работают, то пищеварительный огонь медленно тлеет и его следует раздуть. Именно это и достигается посредством Агнисара Крия. Она заставляет наш огонь полыхать. техники в которых может выполняться Агнисара Тхаути Крия. Их три. Первая техника сидя в Аджрасане прямые руки кладем на колени выгибаем спину вытягиваем язык и дышим синхронно с движениями языка. Выглядит таким образом. Техника вторая в позе рыбака выполняем все то же самое. Поза рыбака выглядит таким образом. Мы уходим сгибаем ноги в коленях укладываем поверх коленей свои пальцы свои ладони руки прямые опускаем корпус делаем то же самое достаем язык и дыхание вместе с животом. Есть третий вариант который считается наиболее сложным но наиболее продуктивным. Мы делаем задержку дыхания делаем вакуумное втягивание живота при расслабленных мышцах пресса за счет межреберных и дыхательных мышц. Делаем выдох потом отпускаем замки и дышим. Выглядит это следующим образом. Сначала нужно определиться что такое удиана. Удиана в переводе санскрита значит взлет. Итак делается следующим образом. Делаем вдох полный выдох втягиваем абдоминальную область живота внутрь и подтягиваем под ребра внутрь и вверх. Выглядит таким образом. Делается на задержке дыхания. Это у Диана Банха. Далее приступаем к выполнению Агнисара от Хаутикрия который выполняется на задержке дыхания как я и сказала ранее. Мы с вами дело как бы взбалтываем свой живот выталкиваем наружу затем втягиваем внутрь и делаем поочередно эти движения на задержке дыхания ровно столько сколько хватит у вас возможности находиться без дыхания важным является тот факт что в начале в начале освоения мы делаем не более 25 движений за один цикл хотя и 25 движений для современного человека это гораздо много довольно таки много потому что люди не привыкли задерживать дыхание особенно на выдохе и не более трех циклов в день делается процедура натощак утром либо через 3 часа после завтрака и так для чего же мы делаем эту процедуру это процедура эффекта которая нам дает стимулирует желудочно-кишечный тракт особенно тонкий кишечник желудок также укрепляет дыхательную мускулатуру стимулирует периферическое кровообращение когда у нас мерзнут руки мерзнут ноги это будет замечательная практика по устранению этой проблемы и улучшает венозный отток то что нужно нам всем особенно женщинам особенно после родов и так противопоказания конечно же тоже есть это менструация это беременность миома матки острые заболевания жкт недавние полостные операции тромбоэмболия злокачественные опухоли следующий вариант следующий подтип называется вастро вастро в переводе санскрита значит ткань материя этот метод очищения горла пищевода и желудка полоской ткани для этого берут хлопчатобумажную ткань либо бинт шириной двух с половиной до пяти сантиметров и длиной не менее метра но не больше двух ткань должна быть с аккуратными краями это важно без ниток ткани либо бинт смачивается в теплой воде затем укладывается с подогнутыми краями на язык и заглатывается остается лишь 30 сантиметров снаружи затем делается науле после того как вы заглотили заглотнули длинный-длинный этот бинт либо длинную ткань затем делается науле о том что такое науле мы поговорим дальше это движение манипуляции прямыми мышцами живота затем материя аккуратно извлекается тоже такая экстремальная техника может показаться экстремальной на первый взгляд тем не менее хочу вам сказать по собственному опыту я выполняла эту технику и полный вариант у меня конечно не получилось мне не получилось заглотнуть полностью длинную-длинную всю длину этого бинта был невероятно рвотный эффект рефлекс но того той длины которую я заглотила это было порядка 10 сантиметров мочи может чуть больше было достаточно почему потому что после того как я извлекла этот бинт я увидела главное почувствовала запах того содержимого который остался на этом бинте казалось бы я вегетарианка довольно-таки долгое время порядка 7 лет я стараюсь я не пью алкоголь совершенно стараюсь не употреблять в пищу какие-то вредные продукты я вроде бы мне казалось что я не загрязняюсь тем не менее когда я вывела из себя вот этих 10-15 сантиметров бинта я обнаружила невероятно жуткий запах то есть внутри меня а это же еще не опустился этот бинт не ушел настолько глубоко чтобы это могло залегать где-то гнить бродить и так далее это всего лишь 10-15 сантиметров вот длина запах был невероятно неприятный то есть вот все что вы видите снаружи это всего лишь верхушка айсберга то что творится под водой то что творится у вас внутри вы сможете понять изучить себя гораздо лучше кстати вот посредством этих техник важно эта процедура выполняется натощак прием пищи не ранее чем через 30 минут опять-таки для того чтобы слизистая сумела восстановиться успела и так по эффектам для чего же мы это делаем ткань основательно очищает стенки желудка что стимулирует выделение пищеварительных соков и перистальтику помогает при лечении повышенной кислотности несварение желудка бронхита и астмы также есть противопоказания это острое заболевание ЖКТ цирроз печени злокачественные опухоли любой локализации доброкачественные опухоли пищеварительного тракта желчнокаменная болезнь гиберсекреция желудка и язвенно-ерозивное поражение слизистой а также беременность итак подходим дальше к последнему подтипу который называется в Аманет Хауте это очищающая рвота в этой группе есть еще три подтипа техник все их мы с вами сейчас и рассмотрим для чего же выполнять в принципе вот очищающую рвоту зачем нам нужна дело в том что желудок человека изнутри покрыт склачетой слизистой оболочкой клетки которой вырабатывают соленую кислоту пипсигноген и слизь в складках слизистой могут задерживаться остатки недопереваренной пищи особенно при недостаточно или неправильно работающем желудке поэтому слизистая нуждается в периодическом очищении и такой механической встряски эти и другие задачи решаются при помощи кунжела итак кунжела это первый подтип который мы с вами рассмотрим из группы в Аманет Хауте для проведения кунжела для проведения этой процедуры нужен раствор чистой теплой подсоленной воды из расчета половины либо одна чайная ложка соли на литр обратите внимание вот этот тот раствор который используется при выполнении многих очищающих процедур техник не сложно запомнить одна чайная ложка соли на литр воды итак с утра натощак мы выпиваем залпом около 500-600 миллилитров такой воды наклоняемся в ванну вводим два пальца в рот надавливаем на корень языка и выводим эту воду вместе с остаточным содержимым желудка потом опять выпиваем воду и продолжаем этот процесс до тех пор пока выводимая вода не будет такой же чистой как вода на входе кунжела вот этот процесс очищающей рвоты избавит вас от непереваренных остатков пищи что очень важно в случае если желудок растянут если его стенки находятся ниже заслонки привратника кишечника желудка тогда образуется резервуар в котором происходит брожение после очередного приема пищи остатки смешиваются со свежей едой и попадают в кишечник где продукты брожения всасываются в кровь это вызывает загрязнение и отравление всей системы эффекты польза которую дает нам данная техника это очищение пищеварительного тракта от желудка до рта избавление от заболеваний возникающих в результате накопления токсинов и загрязнений устранение неприятного запаха изо рта боли и накопленной слизи в горле показаны при бронхитах и бронхиальной астме противопоказания острые заболевания ЖКТ цирроз печени злокачественные опухоли любой локализации доброкачественные опухоли пищеварительного тракта желчнокаменная болезнь гиперсекреция желудка и язвенно-эрозивное поражение слизистой также беременность есть еще два варианта выполнения в Аманатхаути оба варианта выполняются через 3-4 часа после приема пищи внимание первый вариант кунжила выполняется на пустой желудок совершенно на пустой чаще всего с утра два последующих после приема пищи через 3-4 часа то есть сначала происходит усвоение пищи а то что трудно усваивается удаляется еще до того как на это будет израсходованная энергия обычно желудок сам освобождается в наиболее тяжелых случаях посредством рвота когда мы очень много съели чувство тошноты возможно даже рвота произойдет либо когда мы съели что-то низкачественное и экстренным способом организм пытается вывести это из тела но тем не менее зачастую все-таки наш желудок встроен таким образом что он старается переварить любую пищу которого мы бы в нее не забросили и не важно пойдет ли она нам на пользу к сожалению итак одним из таких вариантов очищения является вьякхракрия здесь мы также заполняем желудок подсоленной водой и выводим вместе с остатками не до конца переваренной пищи опять два пальца в рот и выводим содержимое и следующий последний вариант гаджикарани называется здесь мы выводим остатки содержимого желудка без использования воды по истечении 30 минут после окончания любого варианта ламанатхаути нужно съесть сладкую рисовую кашу с растительным маслом для восстановления слизистой оболочки желудка важно частота выполнения такой практики раз в месяц по необходимости можно выполнять и раз в неделю эффекты которые может дать нам выполнение этих практик эти практики эти практики помогают нам избавиться от плохо перевариваемой пищи а также могут применяться для освобождения от испорченной или слишком насыщенной пищи противопоказанием будут так же как и в первом варианте острое заболевание ЖКТ сыров с печени и так далее вот все о чем я говорила выше следующая группа вернее это не группа сама шаткарма она так и называется капалабхати капалабхати чаще всего слышали многие кто посещает занятия по йоге вряд ли кто-то подумает представить что оказывается это вот такая очищающая техника в йоге часто капалабхати еще причисляют к пранаямам и на самом деле большой спорный вопрос является ли капалабхати шаткармой либо все-таки капалабхати это чисто пранаяма тем не менее она обладает очень хорошими эффективными свойствами поэтому мы рассматриваем и во многих классических текстов по йоге все-таки капалабхати причисляют к шаткармам к одной из шаткарм капала в переводе значит череп пхати освещать и перевод термина это сияние очищение черепа техника выполняется капалабхати в падмасане в ситхасане в ваджрасане все варианты покажу итак ваджрасана сидя на пятках ситхасана когда стопа укладывается поверх стопы это все прижимается как можно ближе к тазу в падмасана поза лотоса любой из вариантов спина прямо глаза закрыты делаем выдох за счет резкого сокращения мышц живота вдыхаем позволяя животу пассивно расширяться не делая никаких усилий делаем удобное количество повторений затем делаем один глубокий медленный вдох затем полный выдох опустошив легкие выполняем махабандху задерживаем дыхание удобное количество времени затем делаем короткий довыдох отпускаем мулабандху узиянабандху джаланхарабандху и делаем медленный вдох это один цикл и так выглядит это следующим образом то есть активные выдохи совершенно пассивный вдох чтобы завершить первый цикл мы делаем вдох полный выдох и задержку дыхания со всеми банками держим удобное количество раз второй цикл заключается опять таки выполнение вот вот этих движений активных выдохов пассивных вдохов делаем полный выдох средний вдох важно не делать глубокий вдох чтобы сильно не растягивать бегущую ткань и задержку дыхания на вдохе затем отпускаем до замки и делаем вдох это второй цикл дыхание и так если во время выполнения чувствуется головокружение значит практика выполняется слишком активно и следует остановиться и сделать несколько циклов полного йоговского дыхания начинающим рекомендуется делать не больше 20 дыхательных движений за один цикл всего 2-3 цикла в день продолжающие могут увеличивать количество движений до 100 итак по эффектам для чего же мы выполняем эту практику происходит массаж органов пищеварения и как следствие улучшение их функционирования происходит очищение передней доли мозга за счет ускорения кровотока происходит также очищение легких и повышение эластичности улучшение когнитивных функций по противопоказаниям это беременность менструации опухоли и другие серьезные заболевания головного мозга эпилепсия перенесенные в прошлом тяжелые черепно-мозговые травмы любые острые воспалительные заболевания злокачественные опухоли гипертония склонность к тромбоэмболии подходим дальше наули группа группа наули техника называется наули 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 это массаж живота осуществляемый перекатыванием и сокращением брюшных мышц по сути наули является сочетанием удеяно-банки то есть сокращением наружных межреберных мышц расширяющих грудную клетку и сокращением прямых мышц живота обеих или одной из двух по одной из версий нау в переводе с санскрита значит лодка лиц цепляться или нот таким образом слово наули можно перевести как лодку плывающую по волнам также слово нау обозначает нить пупка то есть прямые мышцы живота наули является главной практикой очищения в хатха йоге она воспламеняет пищеварительный огонь устраняя нарушения и вялость пищеварения и все дисбалансы в дошах а также порождает ощущение счастья из всех практик йоги наули обеспечивает наиболее глубокий массаж внутренних органов в этой практике больше остальных задействованы прямые мышцы живота это две длинные вертикальные мышцы на передней поверхности верхней частью они крепятся к ребрам на уровне диафрагмы к нижней к тазовой кости в лобковой области и так выглядит это следующим образом выполняется в позе рыбака как я и показывала вот она поза рыбака я вам покажу все таки из положения сидя чтобы это лучше было выглядело видно на камеру легче всего осваивать конечно же из позы рыбака и так я показываю то есть положение сидя мы делаем с вами Удияна Банху это первый этап далее на фоне Удияна Банхи мы с вами пробуем выделить прямые мышцы живота это называется Матхьяма Наули далее мы пробуем если эта практика у нас уже получилась мы пробуем выделить с вами Дакшину Наули это правая правая часть правая сторона проще выделять когда вы стоите в положении рыбака в позе рыбака делайте опор на одну из сторон в зависимости от того какую в какую сторону вы хотите выделить вот эту прямую мышцу если хотите выделить ее вправо правую часть то накатывайтесь больше на правое колено и так мы с вами сейчас сделаем Дакшина Дакшина Наули все то же самое накатываемся на правое колено стараясь выделить ее в правую сторону теперь левая сторона левая сторона называется ВАМА ВАМА Наули не знаю насколько видно это было на камеру а полный процесс выглядит следующим образом когда мы выполняем перекатывание сначала против часовой стрелки потом по часовой стрелке выглядит это следующим образом все это делается на задержке дыхания очень хотелось вам в процессе этой лекции объяснить подробно как же научиться выделять прямые мышцы как научиться выделять правую вывести эти прямые мышцы в правую сторону выделить только правую часть затем левую но к сожалению времени нет если во время занятия наули возникнут болезненные ощущения в животе прекратите эту практику вернитесь к ней на следующий день если боль не прекращается следует отложить эту практику обратиться за советом к вашему преподавателю йоги когда вы научитесь выполнять Мадхьяма ВАМА и Дакшина наули переходите вот к следующей стадии которую я вам показала это вращение сначала против часовой стрелки потом по часовой стрелке и так по эффектам которые дают нам наули 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 улучшает пищеварение избавляет от запоров стимулирует работу надпочечником повышает эффективность работы поджелудочной железы помогает лечению диабета стимулирует кровообращение устраняет застой крови очищая ее укрепляет мышцы живота что обеспечивает поддержку органов брюшной полости предотвращает появление грыж избавляет от запоров повышенной кислотности метеоризмом депрессии гормональных или половых мочеполовых расстройств состояние лености скуки и отсутствия энергии и эмоциональных расстройств способствует больше ясности силы ума противопоказание гипертония язва желудка или двинность перстной кишки грыжа желчнокаменная болезнь беременность после родов даже нужно менструации следующее следующее это басти басти это одна из шаткарм направленная на очищение нижней части живота особенно толстой кишки эту методику еще называют йогической клизмой но в отличие от обычной клизмы где вода поступает в прямую кишку под давлением в басти создается естественный вакуум с помощью наули крии наули то что я вам показывала сейчас выполняется данная техника сидя в тазу с водой в позе кагасан в позе кагасана в позе ворон выглядит она вот таким вот образом делаем от яма наули выделяя прямой центральный центральный жгут будет создаваться вакуум в кишках таким образом вода через задний проход втянется в нижнюю часть толстой кишки чтобы удерживать мышцы ануса в открытом состоянии в задний проход вставляется специальная бамбуковая трубочка для басти когда вода будет втянута внутрь трубка извлекается и выполняется наули вот эти взбалтывающие движения сначала против часовой стрелки затем под часовой стрелки затем нужно вывести воду с другими отработанными веществами в туалет в конце рекомендуется выполнение майюрасан или симхасаны эти асаны будут способствовать полному упражнению кишки за счет оказываемого давления на нее басти можно проводить повторить еще один раз особенно если выходящая вода слишком сильно загрязнена для общего оздоровления можно выполнять басти один-два раза в три недели перед практикой голодания рекомендуется провести басти это обеспечит лучшее очищение тела и кишечника по эффектам стимулирует нервы толстой кишки также нервы связывающие другие части органов пищеварительной системы очищает кровь и стимулирует кровообращение избавляет от таких недугов как запор и геморрой противопоказанием будет гипертония грыжа серьезные заболевания органов пищеварения менструации и приходит время неумолимо бежит поэтому стараюсь уже торопиться извините пожалуйста но хочется озвучить все под названием тратака не мигающий взгляд направлено на концентрацию непрерывное вглядывание во что-либо в свечу в божество янтру мандалу символ ом концентрация на чакре и так далее движение наших глаз обеспечиваются глаза двигательными мышцами при этом любое движение сопровождается не только сокращением рабочей мышцы но и растяжением мышц антагониста этот процесс аналогичен работе нашей скелетной мускулатуры во время выполнения асан обычному человеку доступны лишь относительно простые движения глазами в то время как тренированный человек может развивать способность сложных контролируемых движений глаз дело в том что работа мозга и уровень активности сознания всегда имеют отражение в активности движения глаз и наоборот определенное движение глазами могут вызвать определенные изменения и в сознании существует три формы этой методики бахир тратака внешний взгляд антар тратака внутренний взгляд и сочетание внешней и внутренней тратаки для тратаки мы будем использовать свечу потому что она является хорошим объектом для концентрации она приковывает взгляд удерживает внимание может оказывать даже такое гипнотическое воздействие не только на глаза но и сознание человека плюс пламя свечи оставляет такой яркий после образ то есть когда вы закроете глаза после длительной концентрации на свечу вы увидите черткую картинку пламени это отлично подойдет для внутренней тратаки прежде чем начать практику обратите внимание на предостережение если вы заметите что после практики появилось нервное расстройство прошу прощения зажгла свечу и уже пожалела потому что начинается спешение в горле прекратите занятие если начнется такое возбуждение перевозбуждение или сократите время выполнения итак заключается она внешняя тратака мы сидим в любой подходящей асане в любой подходящей асане для медитации спина прямая мы зажигаем свечу располагаем ее на расстоянии вытянутой руки на уровне наших глаз ставим так чтобы она не двоилась у нас перед глазами данную практику следует выполнять без очков без линз необходимо настроиться подготовить себя к тратаке и вот когда мы уже настроились мы выполняем непосредственно сам процесс тратки мы вглядываемся в кончик свечи либо в кончик фитиля либо в кончик самого огонька смотрим и стараемся не моргать пристально смотрим особенно на кончик фитиля стараемся не моргать при этом возможно обильное выделение слез в данном случае это нормально не перенапрягаем глаза наоборот стараемся их расслабить потому что напряжение глаз излишне оно вызовет еще большее моргание если вы уже возникает все-таки желание моргнуть моргните и продолжайте такую концентрацию около двух-трех минут в дальнейшем вы заметите что способны смотреть на объект не мигая в течение уже более длительного времени 5 возможно 10 минут за один раз итак смотрим не моргаем потом закрываем глаза закрываем глаза и стараемся сохранить образ свечи уже на сетчатке глаз с закрытыми глазами потом уже когда 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 все растворяется образ свечи растворяется мы опять открываем глаза и можем повторять цикл за циклом некоторое количество раз итак по эффектам для чего это делать траток развивают способность к сосредоточению спокойствие ума улучшает память помогает людям страдающим от бессонницы также тем у кого плохое зрение внутриглазные мышцы по противопоказаниям высокое внутриглазное давление при глаукоме воспаление воспалительные заболевания глаз итак мы закончили с вами ознакомление с шестью шаткармами йоги надеюсь что мне удалось вдохновить вас на дальнейшее изучение этой темы почему это важно на сегодняшний день сложно предугадать заболеете ли вы тем или иным заболеванием но вы можете заранее подготовить свой организм к минимальным осложнениям или к их отсутствию вовсе и к быстрому восстановлению в завершении хочу сделать важный акцент на том что прочитанная мной лекция не является прямой инструкцией к применению важно ознакомиться с данными техниками по первоисточникам и проконсультироваться с более опытными практиками я же при подготовке к лекции пользовалась следующими источниками итак это хатха йога прадипика с комментариями с вами мукти бодха нанды вот такой источник далее пользовалась я йога дипикой прояснение йоги айнгара пользовалась трехтомником бихарской школы древние тантрические техники йоги и кри вот они три тома и пользовалась такой замечательной книгой Артема Фролова под названием пранаяма шаткарма здесь не все описаны шаткарма и тем не менее те которые описаны они описаны настолько лаконично настолько понятно очень современным языком для современного читателя исчерпывающие просто данные дано описание данных техник также описаны некоторые сложности с которыми вы возможно можете столкнуться в процессе выполнения еще раз оговорюсь пожалуйста эта лекция была очень ознакомительной время было очень мало поэтому пришлось за час вот рассказать невероятно огромную сложную тему если вы заинтересовались вы можете найти если остались у вас вопросы какие-то по этой теме а их будет их должно быть очень много пожалуйста найдите меня в контакте найдите меня в инстаграм фейсбук меня зовут юлия скрынникова в инстаграме можно найти группу которую я веду омру гомель задавайте свои вопросы я не смогу вам рассказать всего потому что я всего и не знаю но я точно смогу вас направить к источнику в котором вы найдете всю необходимую информацию я благодарю вас за то что вы прослушали эту лекцию до новых встреч ом а а а а а а а